Центральная аллея комплекса направлена прямо к Владимирскому собору. Расположенные на одной оси комплекс новой застройки и Владимирский собор формируют единый градостроительный ансамбль. Проект мирового масштаба – именно так назвал будущий историко-археологический парк в Севастополе помощник президента Владимир Мединский. Археологическая ценность Херсонеса Таврического не имеет аналогов в мире, поэтому проект изначально создавался с прицелом на то, что здесь будет туристический кластер международного масштаба. Тот проект, который сейчас реализуется по поручению президента, объединенными усилиями нашей рабочей группы, проект, который создаст здесь просто новое качество исторического и культурного пространства. Здесь появится сразу несколько уникальных объектов, аналогов которым сейчас в мире нет. Один из них – музей христианства, который хотели построить именно на месте крещения князя Владимира еще в 19 веке, но тогда помешала Первая мировая. Сейчас он занял достойное место в проекте. Будет здесь и музей под открытым небом. Это квартал – реконструкция древнего города, в который будут входить и раскопки древних построек. Если мы в земле у нас гончарная мастерская, она будет музифицирована. Под стеклом мы видим эти археологические раскопки гончарной мастерской. А реконструкция этой гончарной мастерской над этими раскопками. Музейные площади увеличатся в разы. Новые залы античности и Византии разместятся на 44 тысячах квадратных метров. Сейчас они занимают меньше двух тысяч, и поэтому севастопольцы могут видеть только 10% всей экспозиции. Важное место займет паломнический центр. Предусмотрена и современная туристическая инфраструктура. Сам парк будет зеленым. Из 23 гектаров только чуть более трех будет занято постройками. Остальные озеленят. Чтобы добраться до парка, организуют новые подъездные пути и три парковки на 1380 мест. Изменится и облик прилегающих районов. Но уже существующие жилые дома решено оставить. Принятые сейчас проектировщиками решения позволяют сделать улицу древнюю пешеходной. В этом связи расширение дороги приняли решение там не делать. В связи с этим дома никто изымать не будет, их трогать не будет. Мы их наоборот приведем в порядок. Как я говорил в ближайшее время, с жителями это обсудим. Важная задача сделать парк не только туристическим, но и культурно-образовательным кластером. Здесь будет целый гуманитарный центр, в котором планируют проводить образовательные сессии. А в образовательной системе города появится уникальный музейный абонемент. Он позволит изучать историю Севастополя прямо в музее. Немаловажной для города станет школа искусств на 500 человек. Ее проект разрабатывали при участии губернатора и учли все требования города. Тут же разместится филиал Артека. Количество рабочих мест увеличится с 275 до 1500. Привлекать планируют и молодых специалистов, и волонтеров. Данный проект будет сочетать в себе не только музейные экспозиции и музейные залы, рекреационные пространства, но и археологический ландшафтный парк, который, конечно, будет приглашать и ученых-специалистов, и волонтеров, и, конечно, всех увлекающихся исторической археологической науке. Екатерина Шадрина, Деливер Меджидов, Новости Севастополя.